Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. Игорь Николаевич, у меня есть к вам просьба написать несколько портретов крупными мазками. Вот первое, что придет в голову. Посмотри, я характерный. Ну я же красивый, качанок, а? Дай тебе поцелуй. Не наша аудитория. Я не буду больше баб играть вообще. Почему я это делаю? Я это делаю только потому, что ты с усами. Сгревай нахрен усы или я закрываю эту лавочку. Будьте проклят, пакуйте чемоданы. Да, пиздец, я. А вы тоже такой чайчик? Блин, мы так... Лимонный символический, да? Да. Мы так роскошно не снимали, по-моему, давно. Я подумал, что здесь будет очень хорошо. Кайфово. И что здесь, если мы с утра встретимся, у нас будет вот это за окошком. Давай, сахар. Все. Вы вот детство часто свое вспоминаете? Знаете, вот я считаю, что у нас профессия такая, она на детстве-то построена вся. Просто это базовое. Это базовые воспоминания, потому что там все первое. Первая боль. Вот эти все чувства, они без наслоений. Первый раз поцеловал тебя кто-то, даже когда ты маленький. Первое сострадание. Вот увидел какую-то собаку, хотел ее взять домой, а родители говорят, нельзя. И вот это вот страдание. Вот они первые. Это, знаете, как будто вот озеро это замерзло. Ты камушек бросаешь, а он отскакивает. А потом бросаешь камень, и круги, круги, круги расходятся. И ты уже не знаешь, так было, или то, как ты рассказываешь о том, как это было, становится правдой. А в детстве, ну нет, я помню, я знаете, у меня есть покадровые даже какие-то воспоминания. Вот просто... А снится детство? Да, очень часто. Снится и по-хорошему, и по-плохому. Вот плохие воспоминания, это вечная наша запуганность тем, что нас начнут бомбить американцы. И на всех уроках потом появилось у нас это военное дело, гражданская оборона, с какую сторону от парты надо лечь, как закрыться, когда ядерный грипп, если он будет там, если он будет там... Прямо промывали этим мозг? Да, да. Ну и там и хорошим промывали мозг тоже. Знания-то были, будьте знаете, какие. Слушайте, Одесская средняя школа по тем временам, это нынешний МГУ, я думаю. По уровню преподавания, все еврейские преподаватели потом, которые поуезжали, и которых я потом встречал на гастролях в Германии, в Америке, в Канаде, в Израиле. И феноменальные педагоги, физика, математика, другое дело, как я постигал физику и математику, это совсем другая песня. И еще, вот эти нехорошие сны, какая война, которую, к счастью, я не застал, и большой настоящей войны не было. Она вся где-то всегда у нас на окраинах и в стороне. А еще, что тебя вызывают, я учился очень легко, все мои друзья всегда были старше меня, а сейчас все мои друзья младше меня, это свойство возраста. И вот у меня все было распределено, физику мне делал Олег, математику мне делал Гриша, а я им сидел и играл на гитаре за это. Они все старше были меня года на четыре, но вот по сей день мне снится, что меня вызывают доски, и я получаю какой-то вопрос, и я вообще не понимаю, о чем речь. Но не на уровне вот комедии, а на уровне драмы невероятной. Это такое психологически точные сны такие, когда у тебя начинает бегать глаз, ты смотришь на класс, ты смотришь на этот лист или это химия, видишь эти бензольные кольца. И просыпаешься в холодном поту. Есть еще актерские сны, такие нехорошие. Два актерских сна. Надо, кстати, промониторить моих коллег, сняться ли им такие же сны. Ну, самый банальный это, когда ты находишься на сцене, и вдруг все смотрят на тебя и говорят, ну давай, говори. А ты не знаешь, что говорить, ты не понимаешь, что это за пьеса, что это за спектакль. И медленно начинают вставать и уходить из зала люди. Ты покрываешься потом, и ты не понимаешь, что говорить, что играть. И все в ужасе на тебя смотрят, партнеры. А второй сон очень странный актерский. Когда ты понимаешь, что вот ты играешь, но ты абсолютно голый. Вот полностью. Но осознание это приходит, почему-то не сразу, а секунд через сорок. Ты играешь там Моцарта, не знаю. Передайте его величеству, что свадьба Фигара уже написана. Вот она у меня где, в башке. Только осталось перышком по бумажке подчеркать. И думать, ау-у-у. А перышко-то вот оно. И все в ужасе смотрят на тебя. И никто не смеется. Это не смешные сны, страшные. Кошмар, аж мурашки. Да, очень страшные сон, жуткий. А вы видели сейчас, фотографию сделали, вот эти вот сети нейронные. Короче говоря, они создали портрет реальный, максимально, насколько это возможно, реальный Моцарта в 20 с чем-то лет. Очень некрасивый. Такой лихой парень такой. Да, но он и был хулиган невероятный. Вообще, это потрясающая пьеса Шефера. Я так могу со знанием дела об этом говорить, потому что это единственная... Главная роль. Большая. Даже не главная, а заглавная. Заглавная роль. Спектакль. Я... Есть такой дирижер в Питере. Он больше за границей, конечно, дирижирует. Марис Янсенс. Покойный ныне, да, великий. Марис, сын, не Арвид. Да, Марис Янсенс умер. Мой ровесник. Да, он умер два года, но я старше. Я не знал. Да, это было полтора год, с копейкой. Ой, какой он талантливый парень. Береги, абсолютно. Ой, какой дирижер грандиозный. Жил он, Рубинштейн, а в Толстовском доме. Ну, больше он жил в Норвегии, в Англии. В Норвегии он просто был главным дирижером королевского норвежского оркестра. Очень много лет, если не десятилетий. Умер. Он сын Арвида Ясона. Да, абсолютно верно. Я его когда репетировал, Амадеус, слушай, там я репетировал неделю, это на вводе сыгранная роль. Я просто знал хорошо ее. Я ему говорю, ну вот объясни мне, я все понимаю. Объясни мне, вот гениальность Пушкина для меня очевидна. Для этого надо почитать поэтов пушкинской поры и просто понять, что человек говорит единственное из них на понятном нам русском языке. Безумно современно и очень чувственно. А Моцарт, он говорит, понимаешь, очень примитивно все. Вот представь себе, что у Моцарта стало много черных клавиш. Я говорю, в смысле? Ну, говорит, по белым в основном играли. А у Моцарта появились сложные корни. Очень много черных клавиш. Вот представь себе это. Это другой уровень, другой шаг. То есть клавиши существуют и не используются, не используются эти звуки. И когда я говорю, как мне дирижировать, как Моцарт? У меня есть много дирижирования. А он мне тогда вот так показал. Только в себе. Музыка вся внутри. Я говорю, Морис, а как же? Там-пам-пара-ри-ра-рам. Та-да-да-ди. Нет, он говорит вот так. Там-там-там-там. Я обожаю Моцарта. Обожаю. Я переслушал в свое время. Вот это все представление о Моцарте, как о солнечном мальчике и очень светлой музыке, оно слишком хрестоматийное и слишком школьное. У него очень много сложной и очень трагической музыки. Очень много. Но это очень концентрированный гений, потому что человек проживал свою жизнь очень быстро и плотно. У них у всех есть ощущение конечности, близкое очень у таких людей. Для меня Пушкин... Я вот монтажу, например, учился у Пушкина. А я считаю, что к монтажу ближе всего поэзия. Особенно великие поэты. Ну вот как? Смотрите. Есть понятие монтажности. Вот камеры, они же стоят не на одной линии, а видите, они стоят ракурсно. Иначе будет склейка не монтажная. Правильно? И у них разные объективы, естественно. Поближе и подальше. Иначе мы будем скакать. Будут скачки такие. Хотя сейчас это и модно. И смены крупности, смены планов, атмосферность. Вот смотрите. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Это очень общий план. И невероятная смена крупности. Пора, красавица, проснись. Сразу очень крупный план. А просто большое кино, большое монтажное кино, начало Евгения Онегина. Вот просто нарисую. Какая экспликация, если монтажный план весь у Пушкина? Это умение рассказать историю, как большого режиссера. Больно круто. Ну, конечно, мой дядя, самых честных правил. Это все до титров, до названия. Когда ни в шутку за ним мог. Флэшбэк такой. Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Ну, боже мой, какая скука. С больным сидеть день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство. Полуживого забавлять. Ему подушки поправлять. Печально подносить лекарство. Вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя. Бабах, карета. Так думал молодой повестся, летя в пыли на почтовых. Всевышней волею Зевеса, наследник всех своих родных. Как это? Блин, а я думаю, что так режиссера все Пушкина любят? Ну, потому что он фантастически монтажный. Абсолютно точно. Потому что там невероятное умение держать, ну, читателя, но в нашем случае зрителя, и рассказывать плотно, с флэшбэками, отбросами. Да это вообще Тарантино в поэзии. Просто. Точно. Блин, да. Это вообще точка. Не день, а беда. У машины колесо пробило, остановился на обочине Када. Колесо достал из багажника, поменял и закрыл ключи в багажнике. На улице минус, телефон в машине. Сколько Коля на улице простоял? Три часа до дома добрался. И что Коля получает? Вот. Ладно. Ситуация так себе. Не правда ли? Но ее можно упростить, если ваш ребенок начнет заниматься с репетиторами в онлайн-школе Тетрика. Тетрика – это онлайн-школа, в которой вы найдете репетитора по любому предмету. Кстати говоря, все преподаватели проходят там очень строгий отбор, потому что только один кандидат из сорока семей получает там работу. Ваш ребенок будет заниматься с преподавателями онлайн по видеосвязи. А материал, которым его будут обучать, составляется методистами индивидуально для каждого ребенка. Ну, например, вы можете подтянуть знания по какому-то предмету или подготовиться конкретно к сдаче ЕГЭ или ОГЭ. У школы Тетрика удобная и интерактивная онлайн-платформа. Вот прям тут на экране объясняется материал, ребенок пишет на учебной доске и выполняет домашку. А вы сможете проследить за его успехами в журнале успеваемости. Кстати, у Тетрики есть бесплатный вводный урок. С его помощью вы изучите платформу, проверите уровень знаний ребенка и получите дальнейший план обучения. А продолжить заниматься будет очень просто. При помощи промокода НьюПознер вы получите плюс два бесплатных занятия при первой оплате. В общем, переходите на сайт Тетрики по ссылке в описании. Наблюдайте за тем, как растет успеваемость вашего ребенка в школе. Пока вы отдыхайте дома после работы. Вот поразительная вещь. Я помню, на канале «Культура» когда-то мы сидим. Ребята, маразм. Надо прогуглить, чье стихотворение. «Я маленький, горло в ангине, на улице падает снег. Я маленький, горло в ангине». Ну, это 20 век, середина 20 века. Не просто 20-й. Это Ганглевский? Да, нет, нет, нет. Это 52-й год. Самойлов? Самойлов. Давид Самойлов. Прав? Прав. Конечно. Спасибо, Куль. Кто-то же из нас должен лучше знать поэзию. Кто-то ее просто садится. И мы сидим, и там специалисты по Самойлову. Я говорю, а что значит? Я маленький, горло в ангине, на улице падает снег, и папа поет мне, как ныне, сбираются вещи ойлет. Я слушаю песню и плачу, дыхание в подушке душу, и слезы постыдные прячу, и дальше, и дальше прошу унылую осеннюю мухой квартира, уныло жужжит за стеной, и плачу над бренностью мира. Я маленький, глупый, больной. Лучшие стихи о детстве, которые я знаю. А я говорю, а почему папа поет мне, как ныне сбирается вещь олег? Он говорит, ну как? Я говорю, нет. Это стихотворение. Песня о вещем Олеге. Это песня. Он говорит, вот он и поет. Я говорю, а как он поет? Я говорю, а какого года стихотворение? 52-го. Я, мой папа, всегда пел мне. Мой папа пел. Только он пел как? Как ныне сбирается вещий Олег, Отпустить неразумным хазарам, Их села и нивы за буйный набег, Обрек он мечам и пожарам. Заграмщик музыка, играй, играй победу, Мы победили, и враг, и враг, Бежи, 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 бежи. За царя, за родину, за веру, Мы грянем громко, е, ура, ура, ура. Я говорю, папа мальчику поет гимн белогвардейцев В 1950 какого-то года. А мальчиком он был в конце 30-х. И его папа накануне войны Поет ему белогвардейский гимн, Который мы с вами впервые услышали в фильме Операция Трест. Еще раньше. Чем Белая гвардия. Раньше, чем Белая гвардия. Раньше. В операции Трест. Ничего себе история. Всего-навсего одного подпранзитного стихотворения Про детство, В котором папа поет белогвардейскую песню Мальчику, А Сталин еще жив, И вообще какое время. И он, как он сумел написать это стихотворение, Оно было напечатано везде. Я горжусь этим. Мне кажется, я первый это заметил. Не потому, что я такой прорицательный, А потому, что мой папа мне пел эту песню. Чего-то сложно. А вы какие строчки Пушкина чаще всего Так вспоминаете? Вот по жизни просто. Я вспоминаю, как мой товарищ в Одессе Читал стихотворение «Я вас любил». И больше никто Так гениально Его не читал. Он был в девятом классе. Звуки. На звуки всегда легко склеится. Он был в девятом классе, Его бросила девочка, Одноклассница. Ну, как там бросила. Вот перестала с ним общаться. И он прочитал стихотворение Пушкина Не так, как его читают Журавлев И там другие большие чтецы. Он его читал С такой Болью и ненавистью к ней. И я понял, что написал Пушкину. Читал. «Я вас любил». Ага. Дворовой парень. «Любовь еще быть может, Душе моей угасла не совсем. Пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, Безнадежно, То робостью, То ревностью хранил. Я вас любил Так искренно, Так нежно, Как дай вам Бог Любимое быть другим. Но в этом же столько боли. Вот как со скрипом в зубах. У него зубы скрипели. Хрустели, когда он читал. Челюсть, лицо, налитое кровью. Все сосуды здесь видны. Когда он был уверен, Вот наказание. Никогда тебя больше никто так не будет любить. До свидания. Вот Пушкин. И мальчишка одесский С этим прононсом одесским, Со всеми делами. И с этой болью Высекается комедия. Вы сейчас смеялись, А ему страшно плохо. Ему страшно плохо. Он вас не смешит. Он хочет, чтобы вы плакали. Вы понимаете, что вы плакать не можете. И вы, что вы умрете сейчас от смерти. И чем больше вы пытаетесь Сделать вид, что вы ему сочувствуете, Тем больше вы заржете. И это абсолютно Чаплинская природа смешного. Который говорил, Жизнь Это комедия, Когда видишь ее Издалека, То есть на общем плане. И трагедия, Когда смотришь на нее вблизи. А он вообще великий. Чаплин. Он не просто великий актер. Он сформулировал Величайшие вещи. Как можно было сказать? Судьба, Как правило, Прежде чем дать человеку крылья, Сначала ломает ему ноги. Я люблю ходить под дождем. Потому что никто не видит, Как я плачу. Это вообще невероятная вещь. И вот этот человек Из бродячих артистов. Из такого гастролирующего И цирка в том числе. И того, чего сейчас называют Такими галимыми антрепризами По Америке. Такими. Ой-ой-ой-ой-ой. С чесом таким. По деревням. И маленьким одноэтажным городкам. Американским. Выкристаллизовывает. Создавая кино. Как вообще. Как искусство. И комедийное кино. Как жанр. При этом понимает, Что если Макс Линдер И там его предшественники Все велики. И ровесники в том числе. Комедийные. Там падает всегда смешно. Всегда смешно, Когда человек упал. Ну вот всегда смешно. Мы будем с вами, Мы два интеллигента. Будем смотреть, Как упадет человек. Мы сначала, Мы заржем. Потом мы скажем, Ой, наверное, ему больно. Первый это сделал Чаплин. На общем плане смешно. А крупный нужен для того, Чтобы понять, Что это нам смешно. А ему-то больно. Вот это Чаплинское. Наиболее близкое мне И вообще российскому пониманию, Русскому пониманию юмора. Это хоть вот так, Хоть вот так, Хоть вот так, Но расскажу про то, Как хреново живется. Вот на чем он весь. От скоморохов начиная. И эта сцена страшная. И одна из любимых Моих в Андрее Рублеве С Быковым Гениальная сцена. Входит человек, Который начинает Рэп этот читать. Да. Рэп, по сути дела. Да, 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 с этими гуслями. Входят три человека деловых, Спокойных, без всякой жестокости, Работающие люди. И сейчас много таких примеров. Работа. Мы на службе государевой. А что делать? Ну и так, бах, об дерево, помни, и все. Ну там понятно, что убили, перебросили через лошадь и уехали. А он же их смешил, пытался. Это для природы смешного, наша. Она там другая. В Англии она очень направлена на себя, она очень жесткая. Английский юмор, без всякой, какая цензура. Никакой цензуры не надо. Любой артист бы сказал, ой, не, не, я это играть, я это играть не буду, ребят. Мне нравится смотреть, как они это делают, но я этого делать не буду. И американский в том числе. Район Филис стал своего рода меккой для тех, кто любит и ценит Москву. Здесь история тесно переплетается с современностью. Древние церкви с новыми современными небоскребами. Кутузовский проспект с его бутиками, Москва-река, Москва-сити, все рядом. И здесь хочется жить. Жить в новом жилом комплексе бизнес-класса от компании «МР Групп» в самом сердце района. Уже ставший легендарным дом с чешуей, небоскреб «Фэмулс» из стекла. Во второй очереди проекты бизнес-класса контрастируют с корпусами первой очереди, выполненными в клинкерном кирпиче. Клубный дом «Нобель» с великолепным оттенком белого цвета, бельгийского формового кирпича, как сердце всего проекта. Закрытый двор с детскими площадками и местами отдыха. И спортивная территория с зонированием, общая площадь с фонтанами, беговые дорожки и тропа здоровья, ландшафтное благоустройство и развитая инфраструктура. Все это – жилой комплекс бизнес-класса в престижном районе Фили. В пешей доступности три станции метро, а в 10 минутах ходьбы – гигантская зеленая зона для отдыха на природе, парк Фили и набережная Москвы-реки. Здесь не только красиво, но и по-настоящему технологично. В домах панорамные энергоэффективные окна с шумопоглощением, бесшумные высокоскоростные лифты «Шиндлер», Wi-Fi на всей территории, зарядные станции для электромобилей. Вход на территорию комплекса и в лобби по биометрии. Въезд в паркинг по считывателю номеров. На закрытой территории все свои, и детей можно отпускать погулять без боязни. Дизайн лобби от премиального бюро Олега Клотта. Детали здесь создают необыкновенный уют и перекликаются с экологичным окружением. Флористические мотивы на стенах, катки с декоративными растениями, фактуры натуральных материалов. А из панорамных окон квартир в жилом комплексе – волшебные виды на парк Фили, Москва-Сити и Поклонную гору. Инфраструктура комплекса полностью учитывает все современные потребности. Здесь есть и кафе, и рестораны, супермаркет, фитнес-студия, службы сервиса, спортивные площадки от профессионального оператора Playground с мобильным приложением для тренировок и даже детский образовательный центр. Все рядом, не нужно никуда ехать, это тоже подкупает. Кстати, у вас есть возможность купить квартиру с предчистовой отделкой MR Base или выбрать квартиру в уже готовом дизайне. Как и полагается проекту бизнес-класса, в Фили-Сити все продумано до мелочей. Благоустройством занимались специалисты из Бюро Москва, авторы обновленной Триумфальной площади. Строительство первой очереди уже завершается. Во второй очереди скоро начнутся продажи. Хотите присоединиться к красивой жизни в Фили-Сити? Тогда переходите по ссылке под видео. Я сейчас все понял про программу «Городок», на самом деле. А программа «Городок»? Это состояние, когда ты всю программу, тебе смешно до слез, а когда идут титры, тебе становится невыносимо пронзительно грустно. Потом закон о титрах и убил. Вот то самое дорогое, что в ней было. Потом, вот вы не застали, это появился в 2000-х годах, где-то в начале, такой незаконный, ну да, ну такое правило, связанное с титрами на телевидении. Сначала, что титры не могут быть дольше 15 секунд. И эта братская могила с титрами улетала там. Поэтому времени хватало. Па-па-па-пам, ба-ба-бам, ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. Па-ба-ба-би, ба-ба-бам. Все. А в начале шло несколько куплетов. Так она передачей-то стала тогда, когда песня-то появилась. Потому что я все время чувствовал, ну нет, ну вот нет отсыла к детству, отсыла к чему-то семящему такому. Ну вот с пониманием, в какой стране, с какими болями, там, бедами. Такая жизнь тяжелая была эти 90-е годы. Вот как мы ржем? Вот почему мы смеемся? Над чем мы смеемся? Там даже не титры, а последний кусочек всегда последнего сюжета уже выносил тебя вот в это настроение титры. Да, для этого мы придумали то, что называется послесловием, которое не должно быть смешным. Вот мое любимое, мое любимое самое было, в 98-м году мы его сняли, однокадровая история, ну просто с плеча. Это все на ботокаме, на пленочном. На ходу буквально придуманная история. Я выходил, это мы снимали на Белинского, угол Маховой, там, где храм стоит. Я выходил, это уже на Маховой, я выходил из церкви, ну мимо церкви просто шел, пытался набрать номер телефона, и там голос говорил, на вашем счету нет денег, я не помню, какая-то стандартная фраза, которая говорит о том, что номер отключен за неуплату. И стояла череда нищих, человек шесть. Я отдавал, первому нищему отдавал телефон, потом смотрел, еще просят, подайте, пожалуйста, там, ну, снимал пальто, доставал остатки денег, следующему, из кошелька, потом отдавал кошелек, следующему снимал часы, потом выворачивал карманы, и когда ничего нет, последний установился сам. Это был просто, и вот это образ кризиса был, вот 98-й год. И я считаю, что это лучший сюжет, и за этот сюжет мы получили, потом, ну, я думаю, что за него, а не за передачу в целом. Там была конкретная программа, но вот, как говорил когда-то Карагоцкий, важно, как мы начинаем, и поклон очень, очень важен поклон. Вот поклон был красивый. Вот за это мы получили, это мой любимый сюжет. Потом его пересняли в передаче, которая выходила на СТС. Вот там, где Федя Добранравов, вот где все. Как она называлась? А? Шесть кадров. Шесть кадров, да. Только они перенесли действие в переход. Ну, они не виноваты, у них авторы разбросаны по всей стране, кому-то понравилось, прислали, мы же не смотрим, что другие делают. Это вот был мой любимый сюжет. Вот, а что в нем смешного? Ну, вообще ничего смешного. Абсолютно. Это то, что называлось послесловием, которое я всегда хотел, чтобы было грустно, и оно, из него был выход уже в песенку. Да, мы это стали делать года с 97-го. Игорь Николаевич, Одесская киностудия, что из себя представляла? Одесская киностудия. У меня на Одесской киностудии работала моя тетушка. Она была известным критиком московским, которая, я подозреваю, что-то где-то, наверное, ляпнула, не то напечатала в искусстве кино где-то, и ее туда загнали, на Одесскую киностудию, ее звали Людмила Донец. Была такая очень известная критика. И когда я ей сказал, я слышу их разговор, слышал их разговор с моей мамой, когда родители поняли, ну, что бороться, ну, это данность, то, что я буду поступать там. Я был в классе в девятом, да. Я слышу на кухне разговор, Люд, ну, я не знаю, мы это не умеем, ну, может, как-то помочь ему, какие-то советы ему дать, ну, как-то, ну, это же тоже требует какой-то подготовки. Она говорит, ему не надо в артиста идти. Не надо. А она говорит, почему, мама говорит? Ну, с его рожей, я вот это помню, не шо было, с его рожей в любом фильме за любой стол посадить можно. Маля. Я думаю, твою мать, что же это, что же у меня за рожа такая? Я понял, что такая среднестатистическая смазливость. Такой вообще симпатичный. Потом в Киев к деду приехал. Дед говорит, тот поощрял во мне всячески это. Он говорит, а вот не надо тебе, все равно в артиста, не надо. Я говорю, почему, дедушка, Лень, как тебе объяснить? Он говорит, уродствов тебе не хватает. И вот эти мои представления об актерской профессии, что нужна рожа, с которой не за любой стол можно сесть, и что нужно быть уродом. Он имел в виду, что нет чего-то, за что вот ухватиться во внешности. Поэтому «Я и кино» это вообще отдельная песня, но я поступил в школу юного киноактера при Одесской киностудии. И там училась Лариса Удовиченко, там много хороших артистов, вышла оттуда. Они потом уезжали и поступали в Москве. Все это такое. Это значит, как бы одесская киностудия предлагала ковать кадры для того, чтобы когда нужно снимать молодых, не устраивать какие-то кастинги. А вот они под боком, и вроде бы мы их знаем, и у них есть опыт существования в кадре. У нас был конвас, у нас была 35-миллиметровая пленка, и мы там внутри снимались. А руководил этим всем такой Илья Эзрович Эзрович Рудяк, как сейчас помню. Сочетание отчества и фамилии очень интересные. Да. Николай Иванович Нихферштейн, знаешь, вот что-то такое. И он, значит, ставил, я помню, мы ставили, что мы снимали, какой-то сделали два коротких метра, Грина, мы снимали. Я там что-то пел. И потом я удостоился роли. Это был ролик Сбербанка. Я помню, на Яве, Яву будешь водить? Конечно. Конечно. Яву? Конечно. Какая Ява? Это мотоцикл. Яву я не умел водить. Значит, сценарий такой мне исполняется в совершеннолетие, 16 лет. Дедушка с бабушкой мы копаем клад, отрываем какую-то шкатулку и в ней сбер книжка на предъявителя, когда тебе исполнится 16 лет. С этой фигней, значит, я снялся, забыл про это. И на первом курсе института Владимир Нович Левертов говорит, ребята, вы должны идти и смотреть свой среди чужих, чужие среди своих. И это поразительная картина. Пойдем всем курсом. Я второй раз посмотрю. Пошли всем курсом, заходим в художественный, в кинотеатр. И первое, что мы видим, это большая реклама с моей рожей, разрывающая этот клад. Вышла она ровно через год. У меня к Грефу есть вопросы по этой рекламе Сбербанка вообще. Потому что никак не монетизированная история до сих пор. По сей день. А тогда же какое кино? Категорически до окончания института никакого кино. Запрет тотальный. А я, значит, где-то подхомячил налево. Снялся. Как я долго объяснял? Потом он говорит, вот сегодняшнее занятие мы посвятим тому, как не надо играть. Вот все мы посмотрели рекламу, а после нее посмотрели потрясающий фильм. Вы почувствовали эту пропасть. Вы почисляете два мира. Этот кошмар, который вы видели в начале, и это подробное, точное, жанровое существование в кадре у Михалкова, когда люди говорят так, как не говорили до сегодняшнего дня в кино. Боже, 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 как же я, как мне было стыдно. Одесская киностудия, это, смотрите, это, это, это же и Тодоровский, ранний, какие, два Федора даже с Шукшиным, это все Одесская киностудия. Это Кира Муратова в это время как раз она, она начинала, ну, главным образом, конечно, Кира Муратова. Вы ее там видели? А? Вы ее там видели? Видел? Два раза, очень странная тетка. Ну, какое производило впечатление на меня, ну, вот очень странного человека. Знаете, вот у меня было странное впечатление, я никогда не мог себе представить, я хотел всегда, вот какая была Ахматова в быту, Цветаева, мне казалось, что вот она, очень близкая к Цветаевой. Вот эта странная стрижка, вот такой вот, и я думал, что она очень неприступная, что если бы я попал к ней в кадр, я бы не мог даже рта открыть. Я бы зажался, это вообще зажим, это было, это было мое, мое второе я. Вот с одной стороны, это общая, общая с, такая, сегодняшним языком говоря, внешность успешного риэлтора, вот как вот, вот с этим всю жизнь не приходилось, когда внутри. Я никогда, вот, вот, у меня никогда на моей физиономии не запечатлевалось все тяжелое, больное, трагическое, там, все, что происходило в моей жизни. я считал, что это все нужно, этого не должно быть видно, это должно быть видно, когда я начну работать, это, это мое. А оказывается, вот это первое впечатление, которое ты производишь на режиссера, вот оно очень важно. Он говорит, ну, ну, что, ну, и вот с этим, ну, ну, что, ну, я и дожил до 93-го года. Поэтому эта программа, которую мы с вами вспомнили, она из чего вообще родилась? Она родилась из беды она родилась. Но из чего она еще родилась? Ни от какого чувства юмора она не родилась. Ни от какого желания насмешить она не родилась. Веселить, стать знаменитым. Даже, даже это было на втором плане. Она родилась из желания объяснить нам. Мы двое должны были объяснить самим себе. Мы вообще артисты или нет? Мы вообще тем в жизни занялись? или нет. Только так, чтобы от нас зависело все. Вот все. И плохое, и хорошее. Никого нет. Кастинга нет, режиссера нет. Есть оператор, есть хорошие ребята вокруг. Осветители, которые придумывают сюжеты. 12 человек, вся группа. В течение 20 лет. И всего две ротации. Один раз изменился оператор. А, реквизиторы менялись все время. Но реквизитор, само слово, если слушаться, это название фильма ужасов. Реквизитор. Просто назвать фильм. Реквизитор. Это самая страшная позиция по сей день в кинематографе. И мы были не исключением. Самое сильное впечатление от «Свой среди чужих». Какой фрагмент? От «Свой среди чужих»? Вот удивитесь. Адабашьян в окошко стучит, а Никита лежит, Михалков лежит на каком-то лежаке. Рядом этот мальчик, который он все время поглаживает и яблочком кормит. Вдруг появляется какой-то интеллигент. Значит так, где-то сотни две, да, две, две с половиной, два пулемета. Ну, в общем, если прижмут к реке, крышка, да, нам крышка. Вдруг такой, вдруг учитель, который... Вот я не понимаю, почему. Вот это место я запомнил больше всего. Я помню весь фильм наизусть. Я помню потрясающий, потрясающий момент, когда Шакуров с одной стороны стекла, а Богатырев с другой стороны стекла. И когда он бьет, помните, режет руку, и вдруг Шакуров из человека, из этой истерики, вдруг так нежно-нежно на него смотрит. Когда он бежит к лошади, у него болтается здесь планшетка, здесь эта сабля, сзади какой-то бухгалтер, помните, ты-то куда? Помните, он лошади кричит, ты-то куда? Это потрясающая была картина. По тому времени вообще просто невероятно. Да все фильмы потом, когда они стали один за одним выходить, и «Роба любви», и «Механическая пианино», это такой концентрированный был выстрел в нас, в нашу профессию. И слава Богу, что то, чем у нас учили, было очень близко к этому способу существования, который был у него в кадре. Когда прошло 20 лет, пока я заметил, что в неоконченной пьесе чувак в кадре стоит со светительным прибором. Хотите место скажу? Знаете его? Мне 37 лет, из меня мог получиться Достоевский, Шопенгауэр, все прошло, мимо, мимо, потом он, и вот он идет по дому, раскрывает эти двери, орет, и перепуганный вот так, в одном месте, вот так перепуганный осветитель с приборчиком, вот так вот стоит. Вот так. И он оставил этот кадр. Просто вот так стоит человек. Потому что одним кадром это Левишев снял. А когда он с ней говорит, и только сигареты освещаются, кадр затяжкой, только в момент затяжки освещается кадр. Михаил Васильевич, я, вы, вы меня неверно поняли. А туман, как он убегал над песком, помните? Прошу вас, прошу вас, Михаил Васильевич. А я дружу очень с Сашей Адабашьяном. Вы знаете про его, про его способность одну гениальную Адабашьяна? Не сталкивались никогда. Вот я помню на дне рождения у меня, я как сюрприз это готовлю, потому что я наслаждаюсь. Он встает, и вы должны ему дать тему, ну тема, например, какая? Утро, не знаю, интервью, ну вот любая тема, вот что вижу, то пою. И дальше вы ему будете давать имена довольно сложных поэтов. Например, скажи, Саша Верлен на французском. И он начинает, ну он может это делать часами, читать вам поэму, зарифмованную в эту секунду на ваших глазах онлайн, вот сейчас. Потом говоришь, Бродский, то же самое. Потом говоришь, очень сложные вещи, ну например, Лермонтов. Например, это не все равно, что сказать, рождественский, маяковский, есенин. Не-не-не-не-не. Блок, Брюсов. Это гениально. И он может стоять и гнать часами. Гениально зарифмованно, парадоксально и безумно смешно. Не знали вы про это? Это он делает фантастически. И даже трезвый. Вот вы сказали про этот осветительный прибор у Михалкова, который остался в кадре. А дедолайтов-то тогда еще не было. Я все время вспоминаю, почему, блин, в зеркале у Тарковского, вот в самом начале, когда вот мальчик, которого он очень говорит, мы видим тень от микрофона висящего, помните? Есть, да, да, да. Тень висит от микрофона. А что он должен был сделать? Вот именно, если именно, ну, там, при таком перфекционизме, который был у Тарковского, вот слушайте, вот вы упомянули Тарковского. Вот это вечная тема. Надо ли нам знать, каким он был человек? Да. Вот, например, он или Бродский. Вопрос. Ведь выясняется, что оба, ну, так говоря, между нами были малоприятными людьми. Потому что такой авторитет. Когда я услышал, что Данелий рассказывал о Тарковском, ну, удивительный человек, удивительный режиссер, поразительные книжки написал, помимо своих фильмов. Ну, я как-то начинаю доверять Данелии. А потом я думаю, зачем мне это знать? А он, зачем мне это знать? Ну, зачем? Вот есть фильм, если бы там, не одна сцена, если бы не лошадь, которую они сбрасывают, копьем протыкают и сбрасывают с крепостной стены. Вот это вот не могу простить этого кадра. Потому что я-то убежден, что лошадь он убил. А горящая корова? Горящая корова. Ну, не могу это видеть. Я не понимаю. Я не думаю, что этот фильм был бы хуже. Вопрос. Не думаю. Не думаю. Начало бы осталось. Все новеллы сохранились. Но это то, что, может быть, это им нужно ему для того, чтобы я вот так, чтобы меня это вывело из себя, чтобы я, чтобы я понял, что здесь нет разницы между кино и историей. Чтобы меня это страшно ранило в эту секунду. Но это жертва серьезная. По мне. По мне. Поэтому лучше не знать. Юрий Николаевич, первое жилье в Ленинграде. Ваше? Самое первое общежитие. Прямо во дворе театра. На Маховой? Нет, 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 нет. А, на Фонтанке? Да, на Фонтанке. Фонтанка 65, по-моему. Я даже адрес забыл уже. БДТ какой адрес? Фонтанка 60. 65. Точно 65. А Фонтанка 26 это место, где мы снимали городок. Где у нас офис был. Прямо вот входишь в проходную, справа актерский вход, служебный вход и все здание. А слева, прямо во дворе театра, ну вот такое расстояние, вот как от этого окна до оператора. Вот в этой стене общежитие. Мы жили на третьем этаже. Комнаты были так. Юра Векслер, великий оператор. Со Светой тогда они были мужем и женой со Светой Крючковой. Комната справа, Наташа Смирнова комната слева. Я с женой моя следующая комната. Потом дворник, дворник, поэт, диссидент и его жена китаистка. Каким-то образом вот здесь следующая комната. И Томашевский, Юрка, царство ему небесное. Мой однокурсник, мой однокурсник Юра, которому сказали, ну, эта комнатка маленькая, но ваша. Только промолчали, что оттуда вынесли ванную до того, как его поселить. Это бывшая ванная. Просто в ванной комнате. И он, огромная кухня, вот наше первое общежитие. Потом, когда у меня родился ребенок, мне дали отдельную, там сбоку была однокомнатная квартирка с другого входа. Там мы прожили где-то три года. Господи, да в ней все жили. В ней Лавров жил когда-то, Стражельчик жил когда-то, Капелян Ефим Захарович жил. Даже у них был спектакль, когда первые трансляции начались, прямые, прямые трансляции, спектакли и со сцены, они смотрели телевизор какой-то, рекорд, сидя на кухне и выпивали. И шел спектакль, и Лавров говорит, сейчас я выхожу. И вот оттуда, там был большой разрыв, и он поднялся к себе между сценами, и вот он бежал оттуда вниз на сцену. Да, вот общежитие. И окно Товстоногова всегда видно. И всегда видна. Видна его спина, окно маленькое, два маленьких окна его кабинета. Первое окно завтруппой, следующее окно был такой Валериан Иванович, следующее окно Дина Моррисона Шварц, завлит театра, и там ее не видно, там только один дым, сплошной дым. Просто дым, и там в дыму, когда поехали на гастроли в Германию по группе советских войск, каждый день банкеты в каждой воинской части, и в одной воинской части, она очень это любила, вот это, фигурят в руку, и в одной воинской части сказали, сегодня банкета не будет. Чем они это объясняют? Вот. И следующий, у окошка, секретарь Товстоногова, и два окна его кабинета, зеленая лампа, справа афиши, напротив афиши, и вот такое, его лысина видна, и тоже все время дым, 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 дым. Игорь Николаевич, у меня есть к вам просьба. Да. Я вас хотел попросить написать несколько портретов. А я не умею рисовать. Словами. Давайте. Вот у меня есть список людей, а вы крупными мазками, некрупными штрихами. Которых я знаю? Конечно. Ага. Напишите их портреты. Вот. Характеристика? Как вот вам это представляется? Хорошо. Это может быть история, это может быть характер, это может быть все, что угодно. Вот первое, что придет в голову. Ефим Капелян. Ефим Захарович Капеляна я не застал. Я пришел в театр, когда вот он умер, и я пришел в театр, я работал с его сыном, Кириллом, и женой, Людмилой Макаровой. С ними я работал. Ефим Захарович Капелян пришел однажды поздравить своего сына, когда в общежитии они жили, надел костюм Деда Мороза, загримировался, постучал в дверь и сказал, здравствуй, мальчик, с Новым Годом. А ты знаешь, кто я? Говорит, знаю, вы мой папа. Он говорит, а как ты догадался? Я вас по ботинкам узнал, сказал он. Хорошо, поехали дальше. Лебедев. Очень противоречивая для меня фигура. Вот я не боюсь сейчас этого сказать. Я понимал, что это гениальный артист. Лучшее, что я видел в театре за всю свою жизнь, это спектакль «Мещане», где он играл Бессеменова. Фантастически. Пока я не оказался вот так на сцене, как партнер. Ну, явно неравный ему ни по таланту, ни по мастерству, ни по опыту. Это было в истории лошади. Заболел артист Юзеф Мироненко, и я играл Феофана. Вот кучера этого лошади. И я увидел, что он весь сконцентрирован только на себе. И это совершенно другой способ существования на сцене. Партнер мне показался не очень важен. Он играл сквозь партнера. Вот знаете, вот можно взгляд так, вот сейчас я смотрю вам в глаза, а вот сейчас я смотрю сквозь вас. Знаете, вот так можно расфокусировать взгляд. Я понимал, что он очень большой артист. Он рисовал гениально, мало кто знает, рисовал, лепил. Ну, вот это вот, вот это вот манера, манера, манера говорить, понимаешь? Ты это вот, слушай, я вот, вот это вот, вот стою здесь, вот это вот я, а ты дальше, ты дальше, ты глупо. Моя сцена, понимаешь? Моя сцена, моя сцена здесь, понимаешь? А ты это вот, Ну, гениальный, конечно, артист. Я помню интонации целые. Я вспоминаю, почему вдруг у Шукшина этот текст гениальный, когда в энергичных людях звонок в дверь, и все время они ждут милиции, что придет их забирать милиция. И вдруг звонок, большая пауза, он говорит, в дверь звонок. А может это пионеры пришли с замакулатурой? Опять звонок. И он говорит, нет, звонок явно не пионерский. Ну, великий артист, но в этом театре есть артисты, которые мне дали больше, как актер. Может мы до них еще дойдем? Если я их не упомяну, вы потом сами про них скажете. Так, ну хорошо. Луспекаева застали? Нет, не застал, но это моя огромная любовь, безумная, и моя боль, этот артист. Я единственное, в чем я смог как-то это выразить, был такой проектик, он назывался проект «Один в один». А я в нем был членом жюри, и я мечтал спеть, ваше благородие, госпожа Удача. Если вы посмотрите этот кусок, Стоянов-Луспекаев, я хочу вам сразу сказать, что я там без грима. Что там есть только усы, и линзы я вставил себе серые, нет грима вообще, прическа моя, вперед зачесанные волосы. Вы увидите, вот я не хвастаюсь, какое невероятное сходство. Вот я сижу сейчас перед вами, ничего я не успекаю. Но когда я поступал в этот театр, Георгий Александрович Товстоногов, прямо во время показа, это небольшая сцена репетиционная, вот он был на расстоянии 5 метров, он, Дина Шварц сидела, какие-то артисты были. Вдруг он встал, и громко, громко, так что я это услышал, а я играл Чехова на большой дороге, я играл нищего, спившегося аристократа, который ходит по кабаку и побирается, и готов продать медальон с портретом любимой женщины за рюмку водки. Вот я и играл. Он встал и сказал, знаете, как его в театре показывали, Товстоногово, вот так. А это он, вот он. Он встал и сказал, это второй Паша Луспекаев. И я понял, что это мой конец. Это конец. Не может быть второго Луспекаева. Вы что? Я видел все, что есть. Пожалуйста, чтобы хоть какая-то польза была в интервью, в абсолютно обреченном на неуспех нашем интервью, поскольку делать вид, что ничего не происходит тяжело, а я человек, не говорящий о политике, поэтому никто не услышит чего-то такого, чего все ждут сегодня. Не наша аудитория. Ну и слава богу. То, пожалуйста, наберите в Ютьюбе Луспекаев «Мертвые души», телевизионный спектакль Александра Белинского. Замечательного режиссера. Пожалуйста, наберите этот кусок, и когда вы ошалеете, будете ошарашены, выбиты этим фрагментом, черно-белым, которому на сегодняшний день уже лет 50, потом откройте Гоголя сцену с Ноздревым, и вы увидите, что это текст Гоголя. Вам будет казаться, что это полнейшая сегодняшняя импровизационная отсебятина гениального артиста. И вот эти все, дайте я поцелую, ну дайте, ну ты сволочная, сволочная, ну дай, ну одну безэшечку дай, ну сволочь ты, какая ты сволочь. Гальвик, прошу, банчишку прошу. Ну, правда, свинтус ты, я так обижен на тебя, что ты, ну какой ты скотоводный, поцелуй меня, смерть я люблю. Ну, вот это вы увидите. Вы просто, просто обалдеете. А Александр Качбилинский, который я упомянул, вернувшись из фестиваля в Риме, телевизионного, куда он возил, по-моему, Анюту фильм «Балет», он имел огромный успех тогда, он приехал, он сапелярил немножко, сапелярил, он говорит, ну председателем жюри был Феллини. Феллини, председателем жюри. Ну, говорит, ну и как, как фильм там ваш прошел? Ну, что я могу сказать, Феллини сказал, что это говно, но это сказал Феллини. Гениальная история. Но это сказал Феллини, он так гордился. Ну и соврал всю историю, я не мог Феллини сказать, что это говно. Феллини сказал, что это полное говно, но это сказал Феллини. Про фильм Александра Белинского. Наташа, ребят, а можно вот этого человека, который ухаживает за баней, ликвидировать там? Попросили ради дыма. А, попросили? Спасибо, молодец. Но мы говорили не о нем, мы говорили о Успекаеве. И сидел я в гримерной Павла Борисовича. Величайшего артиста. Мне рассказывали, мне надо встать на секунду. Пожалуйста. Мне рассказывали, когда он репетировал Скалозуба, он всю роль построил на одной вещи. Он, конечно, это не озвучивал, но Товстоногов не мог смотреть, он умирал от смерти. Просто умирал. У него были лосины облегающие. Лосины, да, что такое лосины? Из кожи лося сделаны эти самые облегающие штуки. Еще их водой смачивали, а потом надевали гусары, чтобы совсем облегали лосины. И вот он в облегающих лосинах все построил на том, что у него один аксессуар физиологический. Вот его все время заставляет его менять положение. И он все время перекладывал, грубо говоря, с правой стороны налево. Он ничего не делал. Он говорит, ну, Паша, ну, возможно, не на что смотреть. Может, да, играют, Сережа, играют, а вы там хозяйством занимаете, понимаете. А у него, ему надо сказать, дистанция огромного размера, например. Он говорит, ну, и вот когда все стало на места, он говорит, ну, это невероятный просто. Просто совершенно невероятное актерище. Громе того, это единственный человек, по-моему, в истории медицины, который в последний год своей жизни, после того, как у него были ампутированы ступни ног, он был на морфии. Он сидел на морфии. Это единственное, что избавляло его от боли. Он сидел на морфии по медицинским показаниям. И это единственный человек, который соскочил с морфия сам. А это невозможно. Испытывая чудовищные страдания уже во время съемок «Белого солнца», «Белого солнца пустыни». Вот этот кусочек, где он просто поет песню «Ваше благородие», а поет он, я никак не мог сделать это. И потом я понял, что надо вставить в нос, закрыть нос. И когда я закрыл нос внутри, потому что так, «Ваше благородие, госпожа удача». А когда ты вот так делаешь, получается, у него, значит, была какая-то физиологическая, у него такой нож же был перебитый, он же дрался все время со всеми. И у него тут такая горбинка была, вот если вы посмотрите, ну, явная от удара, вот здесь. И тогда получалось так, «Ваше благородие, госпожа удача, кого ты добрая». И сразу я его поймал, вот, и для меня очень дорогой этот кусочек, и я умолял всех продюсеров потом, «Ну, давайте придумаем такой боёпик, фильм о последних днях жизни этого человека, о годе последнем, вот как это все снималось, как-то ни до кого не достучался, а уже я его сильно пережил по возрасту». Когда он умер, хоронили его на Ленфильме, а не в БДТ, а в БДТ сказали, он у нас уже давно не работает, поэтому хороните там. Ну, это все, про госпекаю. Кто еще в вашем портфолио там… Сейчас, надо это выдохнуть. Так, давайте женщину включим в этот список. Зинаида Шарко. Ой, Зинаида Шарко – это моя театральная мама. Ее в театре называли «Земе». Вот так все и называли. В театре, как кого-то называют, «Стрижельчик» – «Стриж», «Басилашвили» – «Бас», «Лавров» – «Кирилл Юрьевич». Там все-таки образ Ленина. Дальше. А Зинаида Максимовна «Земе» – «Инициалы». Она первая, моя. У меня две партнерши первых в театре. Она и Наташа Тинякова. Это был спектакль «Телевизионные помехи». Меня сразу взяли на главную роль. Сразу же. А роль такая… Там такой восторженный мальчик. Бегает, кучерявый, длинноволосый. Папа, мама – это Иисус Христос. Там венгерская пьеса, очень непростая, прогрессивная такая была пьеса, что в одной мещанской семье, которая все время смотрит телевизор, поэтому пьеса называется «Телевизионные помехи». Они так просто сидят на сцене и все время смотрят телек, весь спектакль. А у них квартирант. Ну, только они просмотрели, что это квартирант – это Иисус Христос. Он исцеляет калеку, который там в инвалидном кресле, про который он говорит. Мы всегда знали, что он притворяется. И продолжают смотреть телевизор. Очень интересная пьеса. Карай Саккани, такой венгерский доматург. Я, конечно, эту роль с треском провалил. И вот она мне все время говорила, называла по-украински, старалась со мной говорить, называла меня сынку. Фамилия у нее все-таки украинская. И часто была у нас в общежитии. Мы вместе ели, вместе, что греха таить, выпивали слегка там, в общежитии. Это уникальная совершенно актриса. Но вы можете ее и у Киры Муратовой посмотреть, и в других фильмах. Но кино, так же, как и эта история с Луспекаемым, конечно, она не передает этого. Невероятная масштаба. Она очень чувственная, безумно-безумно органичная и невероятно добрая. Большая русская актриса. И когда нас забрали в армию, после того, как мы год отработали в театре, это было накануне Афганистана, и тогда гребли всех. В 79-м году уже было понятно, там, в генштабе, что будут введены войска. И быстро объявили мобилизацию такую всех художников, балетных, актеров, всех замели. И нас в один день, мы должны были пойти отметиться, мы вот в чем были, нас посадили, в автобус закрыли шторы, двери и увезли в школу сержантов под Санкт-Петербург, в Песочное. Прошло два месяца, наш директор договорился, и каким-то образом нас отпустили на несколько дней в театр. Мы были налысо пострижены, в ХБ-форме, в ХБ-шной того времени, в кирзовых сапогах, шел спектакль прошлым летом в Чулимске. И мы достояли до конца спектакля, и актеры после поклона, мы за кулисами стоим, просто проходят мимо нас. И нас ни один не узнает. Глаза. То есть прошло всего месяц, как людей забрали в армию, в советскую. И она тоже прошла. Здрасте, ребятки, мы со всеми здороваемся. Здрасте. А у нас в театре тогда подшефные всякие ходили солдаты. Снеек убирали, декорации помогали носить. А за это командование получало билеты. Она так прошла, потом вдруг так останавливается, метр через четыре, поворачивается и начинает рыдать. И смотрит и говорит, что же они с вами сделали? Одну фразу только сказала. Что же они с вами сделали? Вот это Зинаида Максимовна Шарко. Это моя театральная мама. А сын ее, Ванечка, у нас работал в театре. Сначала монтировщиком, потом поднимался, поднимался. Замечательный парень. Это который от Ваня, это от Владимирова, насколько я понимаю. А потом ее мужем был Сергей Юрьевич Юрский. Да, потом. А потом его женой Сергей Юрьевич была Наташа Тинякова. Ей оставалась. Тоже моей, да, ей оставалась до последнего дня. Тоже моя партнерша. Первая уникальная совершенно актриса. И вот мы вместе иногда встречаемся в МХТ сейчас. Я пришел, а она уходила тогда из театра. Дорабатывала свой год. Юрский уже был в Москве. На тот момент. То есть я не застал Луспекаева, Юрского и Успекаева. А Смактуновский? Нет, он... Ой, очень задолго. Очень задолго он ушел. Только какие-то легенды театральные, которые там летали по гримерным. Про то, когда репетировала Роза Сирота. Это великий режиссер-педагог, который притовсановый работал с ним. Когда они репетировали «Идиота», накануне премьеры, буквально за день или за два, к Тавсоногову пришли все ведущие артисты, которые были заняты в «Идиоте». В том числе и Владислав Игнатьевич Стражельчик, и Капелян. Ну, многие пришли и говорят, ну, надо что-то делать, это провал. Мы не слышим ничего, что он говорит. Мы просто не слышим, что он говорит. Ну, это провал, Георгий Александрович. Снимайте, заменяйте приличным актером. Тавсоногов сказал тогда, не слышите, прислушивайтесь. Послезавтра у этого актера будет триумф, сказал он. Что и произошло. Вижу, шатается по деревянному тротуару пьяный солдат. Подходит ко мне. Купи, барин, крест. За двух гривен и отдам. Серебряный. И точно, в руках у него крест. И видно только, что с себя его снял. Только не серебряный, А настоящий оловянный. С первого взгляда видно. Смолтуновского не застал. Но застал молодыми, Совсем, Господи, Сорокалетними. Боисова Олега, Басилашвили Олега Ульяновича. Это самый дорогой для меня был человек в театре. И Стрижельчик Басилович. Ну, тогда можно двоих тогда еще? Да. Стрижельчик и Басилашвили. Коченок. Перестань, перестань, перестань. Перестань, перестань. Коченок. Мы едем домой вместе. Мы жили в соседних домах. Коченок. Коченок, перестань. Перестань, перестань. Да, 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 да. Перестань. Это очень смешно, да? Перестань. Он... Я же, И когда играл его слугу в Амадеусе, там мы с Сашкой Москвиным, там было написано «Парикмахер и лакей». А мы так и не знали, кто парикмахер, кто лакей. Потому что это в спектакле никак не было обозначено. Мы нужны были только для того, чтобы вынести ему халат, парик, переодеть его. И все эти его начало спектакля, я помню, когда репетировали, это не я, это оператор. А давайте все встанем и дружно скажем оператору «Позорь!». Он, значит, репетиции идут, начало спектакля. Здравствуйте, мои потомки! К вам обращаемся я, Антонио Сальери. Товстанок говорит, Владик, а сколько лет Сальери? Он говорит, да, Георгий Александрович, Сальери 56 лет. Владик, скажите, а сколько вам лет сейчас? 64. Он говорит, ну нельзя ли хотя бы поближе к своему возрасту, но на 99, Владик! Ну, конечно, 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 я понял. Премьера начинается, он опять выходит. Я, Антонио Сальери, обращаюсь к вам. А для чего он это делал? Потому что у него следующая фраза, он, значит, в халате был, он, а под халатом красивый золотой камзол. И он сбрасывает, сейчас, мне 37 лет! Вот ради вот этой, мне 37 лет, пофиг ему, что ему говорил Товстаногов. Он, конечно, абсолютно гениальный артист. Для этого надо было посмотреть «Цену». Спектакль «Цена» Миллера. Ой, он играл пожилого еврея, ростовщика. Как он чистил яичко, я по сей день помню, вареное яйцо, эту сцену. Он грандиозный артист. Это такой актер, праздник, очень любящий. Вот опровергающий систему фразы Станиславского, такие основные. Любите искусство в себе. Он обожал себя в искусстве. Он обожал себя в театре. Потому что он показывал, что красивый артист может быть большим актером. И очень глубоким, и разным. И очень смешным. И очень характерным. Вот он мне подавал такие сигналы. Слушай, перестань жрать, мне все время говорил. Ты хочешь быть характерным? Посмотри. Я характерный артист. Но я же красивый котенок. Он научил меня, говорит, смотри, в стране, блядь, нет дезодорантов, Юра! Как можно жить в стране, где воняет? Берешь детскую присыпочку. Копейки стоят. Приди к Владиславу Ивановичу. Он тебе всегда даст присыпку. Тальк. Раздеваешься. Весь! Одеколон Рижанин. Шесть рублей, Юра. У тебя нет. Я тебе дам. Заливаешься. Заливаешься, блядь, блядь. С ног до головы. И тальком, тальком, тальком всего себя. И только потом на саду. Ой, вот этот запах Рижанина, одеколона, я его помню в фабрике Зинтарис. Как сейчас помню. Вот весь логотип у меня стоит перед глазами. И все время от него хорошо всегда пахло. Вот его образ. Давайте я вам сейчас покажу. Значит, я когда буду проходить мимо, сейчас вот я пойду мимо, вы мне, Коля, скажете, Владислав Иванович, я говорю, Антарктида тает. Если Антарктида растает, что будет? Вот просто вот сидят актеры. Ну и вот этот пикейные жилеты, значит, конец актерского коридора и диван. И 45 минут до начала спектакля и начинается там. Когда пошли первые съезды народных депутатов, это вообще конец. Это драки иногда. Это беготня со стулом. Это появляется Борис Рыжухин, народный артист, и говорит, ну, это вот Горбачевский, это перестройка, Ельцин, вот это все. Я видел Сталина вот так. Вот. И я никогда не поверю, что он был плохим человеком. Аргумент пипец. Вот так видел? Никогда. И тут, значит, Вадим Медведев. Боря, я убью тебя со стулом за ним по театру, потому что там у него расстреляли родители. Это вот, вот это вот. А это еще такие времена спокойные, доперестроечные. И вот они сидят. И кто что услышал, кто что прочитал. И вдруг Жора Штиль рассказывает. Я услышал, Антарктида тает, тает Антарктида, льды пойдут. И в конце длиннющего коридора 30-метрового появляется стрижельчик, у которого папка делегату 25-й партийной конференции. Вот. Там что-то, значит, написано. А он играл роль. Он играл. Он вступил в партию там 60 лет. Он говорит, Качанок, ты будешь вступать в партию? Я говорю, нет. Я говорю, а вы что, хотите умереть коммунистом? Я его спросил. Он говорит, будьте проклят. И вот он идет в конце коридора, не обращая ни на него внимания, роскошный костюм, папка делегата 25-й конференции. И вот когда мы поравняемся, скажете. Льды тают в Антарктиде. О чем ты говоришь? Пиздец всем. И просто на ходу. На ходу. Я говорю, Антарктида. Да, пиздец всем. И уходят. В Японии. В Японии. В Японии. У меня это в моей книжке есть. Неплохо. Когда мы поехали в Японию в 89-м году, приехали туда, а в гастроли все время на грани срыва, все время туда-туда-туда. Будут гастроли, не будет гастролей. Император болен. А когда император болен, все, он на грани смерти. Этот император, и, значит, если он болеет, реклама запрещена. А если он, не дай бог, умрет, вообще заканчиваются все развлекательные. И там, ну, две наши девочки набожные, воцеркленные, пошли и заказали в соборе молитву «Воздравие раба Божьего Хирохита». И коллективная молитва, туда, транслируемая в сторону Японии, как-то возымели свое действие. Короче, разрешили эти гастроли. Но каждый день ходоки, значит, ходили ко дворцу императора, а там бюллетень вывешивался, его здоровье. Ну, чтобы, потому что он помрет, и она сразу в самолет, и обратно. А суточные, суточные выплачивают. Дозировано, паденно. Нет, чтобы сразу дали вперед. Да помирай, Господи. Мы еще одну молитву закажем, уже за упокойную, за здравие были же уже. И вот, значит, они каждый день ходят эти ходоки, распределено. Сегодня эти двое идут, приходят и рассказывают. Ну ж, как он там к нему? Как он там? Все в гостинице. Они говорят, да там эти списки, но ничего нельзя понять. Все в иероглифах все. Но одна цифра, ребята, одна цифра обведена красным. Какая? Какая цифра? Эта цифра 15. 15 это хорошо или плохо? 15. И тут три женщины опять идут по коридору. Спрашивают меня, 15 это хорошо или плохо? Он опять идет по гостинице. Рустафирич, 15 это хорошо или плохо? Если 15 это сахар, это херово. Это очень херово. Практически это пиздец. Спакуйте чемодары. И опять проходит мимо. 15 это хорошо или плохо? Басилашвили. Басилашвили. Это человек, любовь к которому и как человеку, и как артисту вначале сыграла со мной очень злую шутку. Я пошел на четвертом курсе в то время, когда у нас шли дипломные спектакли. Много шума из ничего. Очень успешный был. Классный спектакль такой. Нас благодаря этому спектаклю всех расхватали по театрам московским и питерским. Он играл Хлестакова. Я посмотрел «Ревизора». На их гастролях. Было это в театре Маяковского. Ой, как он играл. Ой, как он играл. Потрясающе. Там грустная история. Потом я узнал об этом из книжки может быть лучших актерских мемуаров, которые называются «Без знаков припинания» Олега Борисова. Он тоже был распределен. Надо почитать, а не читал. Ой, прочитайте, какая она. Очень хорошая книга. Называется «Без знаков припинания» Олег Борисов. И, значит, это, ну, конечно, это два разных Хлестакова. Один очень жесткий, желчный, как Олег Борисов. Такой очень социальный, я бы так сказал. А второй это такой праздник, и то, что, думаю, то, чего хотел Гоголь, безумно смешно, и уже через призму этого смешного уже возникает вот этот гоголевский мир. Через не просто парадоксально, гомерически смешного, космического, вруна, инфернальную почти фигуру превращается в Басилашвили. А Товсоногов выбрал Басилашвили. Я знаю, я думаю, потому, что уже у него был очень важный персонаж Лавров, который играл городничего. По сути дела, это был такой первый секретарь обкома или горкома партии в провинциальном городе. Сам факт распределения, уже говорил, Товсоногов говорил, что распределение ролей это во многом концепция спектакля. Потому что человек, который играл Ленина и так далее и тому подобное, Королева и такой вообще, ну скажем так, государственный артист, слава богу, что хороший, это уже концепция. А два, это уже ту матч, это уже перебор. Поэтому играл-то в результате Басилашвили, что он творил. Что он творил в этом спектакле. Вот он ест эту похлебку в номере под лестницей, да, обозначена локация у Гоголя. Вот он ест эту остатки. Потом он видит, это этюд, ну нет такого текста никакого. Потом он видит, что там осталась ложечка всего этого супа. Он все время, как есть хочется, даже тошнит, как есть хочется. И он играл, что его тошнит. Он так. Он брал кувшин с водой и остатки супа разбавлял водой. Выпивал этот суп, доедал крошки. А потом, когда он понимал, что все равно мало, он делал гениальную вещь совершенно. Вот стол, он делал так. И крошки собирал на пальцы. Вот так делал. Облизывал эти пальцы. Это просто был этюд начала. Я интонации помню, целые фразы помню, как я говорю. Иногда, а с Пушкиным на дружеской ноге. Ну, дальше Техгоголя. Бывало, спросишь, ну как брат Пушкин дела? Да так как-то. Он говорит, с Пушкиным на дружеской ноге. Иногда спросишь его. Пушкин! Воу! Ну как дела? То есть Пушкин не просто маленький, а вот такой. Большой оригинал. Дай, уйдет. Это можно было сойти. Арбуз все показывали. Михаил Чехов показывал квадратный арбуз. Кто-то показывал вот такой арбуз. 2000 рублей арбуз. Басилу Чили показывал. 2000 рублей арбуз. Вот такой. Я посмотрел этот спектакль, пришел, и вот эти его интонации, его скороговорки его все, Олега Валерьяновича, прилипли ко мне, как у Шекспира есть фраза, он прилипчив, как чума. Вот Басилашвили, он прилипчив, как чума. В смысле, это такой талант и это такие характерности, которые он разбрасывает вообще так щедро, которые к человеку не оформившемуся, не оформившемуся артисту, прилипают очень быстро. Я пришел на следующий день и сыграл свою роль, ну, понятно, как. После этого Владимир Иванович Левертов сказал, сегодняшний наш провал мы посвящаем народному артисту России Олегу Валерьяновичу Басилашвили. И тогда он сказал великую фразу мне. Потом он эту же фразу сказал Звягинцеву Андрею. Он мне сказал, Юра, вы поймите, за две тысячи лет в театре было все, ну, все, кроме вас. Не кроме меня такого великого, а просто такого второго нет. А Басилашвили уже есть. Ну, избавиться от него, от Басилашвили тяжело, очень тяжело. А Звягинцев в какой ситуации сказал? Не знаю, но что-то там было такое, какое-то было... Андрей учился у него на актерском факультете. И он закончил у Владимира Актерский факультет ГИТИСа. У тех же педагогов, что и я. А Олег Валерьянович, как-то так получилось. Вот какой театр был у нас классный. Ой, какой театр БДТ. Вот я вроде бы там ничего особенного не сыграл. Вроде бы и не состоялся там совершенно. Вроде бы вопреки. И от этого всего я ушел из театра. И именно из-за этого придумали мы городок с Илюшей. Ну, каждый из своей беды. Но лучших воспоминаний в жизни моих нет о театре. И лучшего театра в жизни я не видел. И все, что я не сыграл, я благодарен. Потому что я много увидел, запомнил. И мне хватает, еще лет на 20 хватит, если даст Бог, прожить, чтобы это все реализовать. То, что там так накопилось, как все туда забрасывалось. Выходит «История лошади». Я все реагирую, Олег Валентинович, что вы поете? Я хочу понять, что вы поете в «Истории лошади». Я так текста и не понимаю. «Олег хочет, я люблю никого, Олег хочет, я люблю ничего, сам не боюсь ничего, а любая да Библия». Вот и вся тут Библия. Я говорю, я кроме Библии ни одного слова не понял. Он говорит, и не надо. «Мелодия хорошая?» хорошая. Он меня как-то выделил, и я думаю, вот почему. Мы с ним очень дружили. Я ни с кем в театре так не дружил. Я дружил с человеком, который старше меня на 20, на 23 года. Старше меня. Он мне казался уже так, ну, а слушайте, я пришел, мне 21, а ему всего 44. 44, ерунда полная вообще. Ну, мне они уже казались старики БДТшные. И он все время часто заходил, как дела, о чем-то поговорить, просто потрепаться. Ну, почему он ко мне заходил? Я потом только понял, у него ведь все начало-то театральное, ужасно на мое похоже. Ну, вот такой большой артист, когда у него статус муж замечательной артистки. у него жутко не складывалось до Прозорова, до того, пока они не сыграли Чехова, пока он не сыграл. И вот это вот видно, вот что-то он находил, что вроде хороший парень, но вот не получается. Не получается, но мне говорил, у тебя все будет хорошо со временем, только не скоро. Ты, главное, не сорвись, поскольку я никогда по этой части не был замечен, спиться не мог, поэтому он понимал, ты не пьешь, тебе, говорит, еще втройне тяжело. Ты же не пьешь, ты же не пьешь. И вот приходил в эту гримерку, в которой когда-то сидел сам, вот эту знаменитую БДТшную, которая вся расписана автографами от Солженицына до Шагала, от Гагарина до не знаю кого. Вот, и как-то вот, как это назвать, опекал, курировал, я не знаю, как это назвать, но мы с ним очень дружили. Я вам еще ничего открыл. Я сумасшедший, а сумасшедший безумным брат возбраняется. Не верю, сумасшедшие не рассуждают так логично. Не верю, не верю, не верю, не верю. Мастенька! Мы с ним дурака валяли, мы с ним такие розыгрыши устраивали, мы с ним жуткие вещи устраивали, жуткие, ну что вы. Мы приехали в Женеву на гастроли в 95-м году, за полгода до моего ухода из театра, а я уже зарабатывал прилично, ну, по тем временам. Уже была программа городовок, там, все такое. Я взял с собой денег, каких-то лишних, помимо суточных, которые нам выдавали. А суточные выдавались так, вот первая репетиция перед спектаклем в Женеве, и там ты заходишь в гримерную и на каждом гримерном столике конверт с суточными. Он говорит, Юрка, доллары есть? А там доллары не все. вы за их передаете ее просто? А как вы их интонации передаете? Доллары есть? Доллары есть ли я? Я говорю, есть. Много? Я говорю, тысяча полторы. Он говорит, а сколько у нас там по конвертам? Открываем, там 750 долларов. Я говорю, ну, давайте, он говорит, дай мне 750. И в наши конверты засунь в свой и в мой по 750 долларов лишних. Засовываем. Я вообще в массовке занят. Засунули. И убежали из театра. Ровно, заходим, потом заходим все. Иван Матвеевич Пальму, стржельчик, Николай Николаевич Трофимов, я, одна большая зеленая. Так, ну что, скобари, деньги, деньги выдали на трусы. Стрижельчик, ну, давай, посчитаем, что тут у нас. И начнем. 600, 750. Небогато. 750. И мы с Басилашвили продолжаем слух. 700, 800, 900. Начинают поворачиваться люди. Тысяча, тысяча, двести, тысячу, триста, тысяча, четыреста. И у нас с Олегом, он говорит, подожди, Олеженько, нет, стоп еще раз, подожди. 100, 200, 300, 400, 500, 700, 750. Олег, ты покажи, дай мне конверт. Дай мне конверт, Олег! Божалуйста. Юра, дай конверт, проверяй, 1500. Ёб твою мать! Что происходит? Где директор? Гена! Гена! Мы устроили там такое. Один раз он подговорил, есть сбор трупы, называется это Иудин день. Иудин день, это когда после отпуска собирается вся трупа в этот день. И он, Иудин день, потому что все. здравствуй, лапочка, ну как же ты выглядишь, ой, а загорел как, ну, сволочь, я тебя не видел, мы тебя 20 лет, не сдохнет, все хорошие актеры поумирали уже, эта скотина, земля носит, этого сталиниста, ну и так далее. Это называется Иудин день, значит. Ты подходишь, расписываешься, и Басилашвили подговорил Стржельчика, Мишу Данилова и еще кого-то. Стричнял кольцо, принес какое-то, перстень. Я надел этот перстень, и вот так я сидел. Они подходили, все проходили мимо и целовали мне руку. А Ваня, ну почему? Говорит, давай, давай. Давай, Юрка, давай. Давай сделаем. Я сидел, и все говорили. И вдруг почему-то одна пожилая актриса сказала, что вы хотите, у него папа гинеколог. Это связано. Я повернулся, говорю, ну не проктолог, что это мне руку встать? Ой, какое время было. Вот это болезнь. Я болен этим актером. Он пару раз душ такой холодный включил мне. Олег Олег Левенович. Он когда-то где-то в середине городка бывает такое, такое бывает, когда лошадь понесла, это называется. Когда мы, ну, вроде бы, на гребне успеха, там, популярности, узнаваемости. И вдруг его звонок мне. Он крайне редко звонил. Он говорит, старик, что-то ты с девочками-то перебираешь. Понимаешь, у тебя форма становится важнее. Не в этом твоя сила. Понимаешь, старик, не в этом. Много женщин играешь, и появляются. Ты начал повторяться. Подумай. Блин, я не спал неделю. Устроил скандал, Илюши Олейникову пришел. Я не буду больше баб играть вообще. Почему я это делаю? Я это делаю только потому, что ты с усами. Сбривай нахрен усы, или я закрываю эту лавочку. Илюша, бедный, сбрил усы. Пришел на следующий день. И когда я его увидел без усов, это страшное зрелище. Какая беспомощная губа у него, которую он и прикрывал, детская. И я понял, что если хотя бы три таких женщины в городке появятся, мы потеряем аудиторию. Сразу. Я говорю, отращиваю нафиг. Но этот душ такой важный. Пару раз он включал Басилашвили. Но когда он мне звонит, где-то что-то там сыграешь, и вдруг он подойдет, говорит, как ты сыграл? Как ты сыграл? Так тонко, так мягко. Какой ты артист стал хороший. Мы это для меня. Вот чья похвала. Мне неловко сразу так становится. Я превращаюсь в того чувака, который сидел в гримерную, которого он заходил, хотел там поддержать. И вот эти все рефлексы осталось. И даже мышечная память, ты становишься таким же. И думаешь, ну это он, наверное, говорит. Не воспринимаю это серьезно. Я же понимаю, что мне уже 60, елки-палки, мне 63 года. А я все тот 20-летний, а он 40-летний, который зашел ко мне в гримерную. И я так и не могу. Неужели я хорошо сыграл? Басилашвили мне сказал, неужели я стал хорошим артистом? Поэтому я очень испугался. Он тут заболел коронавирусом недавно. Он быстро переболел, к счастью. Да, при том, что легкие не самое сильное место его организма. Курит. Курит. Слава Богу, он уже не беломор курит, а так-то всю жизнь беломор был. Всю жизнь был беломор. Всю жизнь. Вот это по Индии мы идем с ним и так, так, сломать его, так. Потом тут загнет. Он говорит, ты знаешь, почему наш отель называется Оберой? Я говорю, почему? Слушай, значит, Афанасий Никитин, Афанасий Никитин, когда он высадился в Бомбей, местные, значит, аборигены все тут высыпали, значит, и это самое, кланяется ему, кланяется, а говорит ему этот самый его слуга, Прошка, говорит, ну, говорит, вот тут яму, под избу будем делать. Одну яму, да, вы, говорит, нет, оберой. И вот оберой, отель называется оберой, а бомбей, бомбей, потому что, когда Афанасий Никитин ходил здесь, оберой уже они поставили, вот, он здесь ходил, Афанасий Никитин, да, и они ему так, здравствуйте, он говорит, что это за здравствуйте эти индусы, он говорит, лбомбей, 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 так получилось, бомбей. Олег Иванович, Австралию тоже Афанасий Никитин открыл? Нет, нет, Австралию открыл, Афанасий Никитин, когда Австралию, после того, как он открыл все-таки Австралию, он царю говорит, царь говорит, ну что, ты Австралию открыл? Он говорит, нет, Австралию открыл хер, Австрал и я, Австрал и я, ну так и получилось, Австралия, вот это вот он гонит, гонит мы мы могли часами просто идти дурака валять это мой большой друг когда последний раз будут искать или я был в бдт был юбилей ангел санчетов санугова года два с половиной назад или три нет два да я спел там песенку на этом юбиле и который называется монолог секретаря владимир ленина у меня была такая песня а я ее написал вот когда у меня все изменилось в жизни ведь парадокс в театре вот вдруг начало все меняться и потом герсанч умер был лаврова вручили ленинскую премию и по случаю вручения ленинской премии был банкет на нем были там обком там власти какие-то и это куболь большой театральный банкет куда кириллевич пригласил вот вообще всю трупу я выходил на сцену у меня была только одна фраза я был владимир лич к вам пришел часовщик какой часовщик а он так играл ленина вот когда показывают ленину надо показать ленина вот он так играл как как мне очень он смешливый же был страшно как китайская игрушка и подсказывали и проститутки и вот я выходил и говорил только эту фразу владимир лечка вам пришел часовщик и когда был банкет я вышел в этом костюме а после этой роли мне дали роль лакея и я спел монолог секретаря владимир ленина там такие слова пусть у нас расписаны все роли где-то на 15 лет вперед все равно я еду на гастроли и вхожу по трапу в самолет я не лир не гамлет не каренин на ролях не притупил язык извините к вам товарищ ленин там пришел какой-то часовщик все наоборот моей карьере нет ни повышений ни чинов нынче я лакея мусольере но теперь совсем уже без слов и когда встаю я на колени нацепив на пудренный парик я хочу чтоб к вам товарищ ленин приходил почаще часовщик вот такой я спел песню она звучит вроде грустно но там очень хорошая мелодия она такая она воспринималась очень смешно тогда и и очень это как вот это вот песняка вообще ленин текст ленин всегда живой ленин в тебе и во мне ленин вот а тут вдруг ленин в таком контексте на колени парик быть лакеем очень плохо даже если твой партнер ильич гога страшного георгий санчет австоногов ржал и после этого я получил роль моцарта то есть я их насмешил потом его не стал тоскливо вам без всех них вы знаете как вот лучше пусть не будет тоскливо без них и с ними на расстоянии чем не будет изнывающая какая-то испепеляющая внутри тоска когда я буду счастлив что они рядом и ничего больше я лучше буду это в себе вот тут хранить вот тут чем быть там рядом и ничего не играть как кошмар был бы если меня не ушел даже подумать боюсь даже боюсь подумать даже вот гипотетически не могу смоделировать ситуацию вот хорошо он продолжал бы играть поэтому я безмерно уважаю тех людей которые вот как там у чехова неси свой крест и веру вот они служат в театре они служат театре я театр обожаю но но я выбрал другой путь другой мой путь другой потому что это было мука с улыбкой на лице ну-ка ну-ка ежедневные годы обманутых ожиданий ощущение что ты предал свою профессию обманул своих родителей всех друзей которым ты казался такой выпускник там прям один из лучших и мы приходим и я и витя сухоруков и беда гелева то не это все много говорит что я бы взял вас всех всех но они могу у меня всего три места и он взял тамошевского меня до гелеву до гелева отказалась и уехала в линком к захарова витя сухоруков ушел в этот самый комедию рядышком буквально через через километр от нас остались это снова говорит надеюсь наше знакомство будет длительным как сказал джентльмен обращаясь к 5-фунтовому билету что он сказал оказывается фраза из питерского клуба который мы вечером посмотрели в который нас уже через три дня ввели нет 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 всего все время валяться на диване с гитарой и отвечать на вопросы но может и хоть что-то сделаешь под лежачий камень вода не потечет ну ну пойди ну скажи хочу сыграть это это мое время еще не пришло только это я так говорю но в общем так и вышло командир а в я я ж вроде ничего не нарушал не нарушали но я хоть и дальше нельзя общую нельзя карантин по вирусу от елки-палки командир может я повязку какую-нибудь марлевую напялю или чё там положено но вы обязательно должны меня пропустить не имею права приказ есть приказ приказ да а чё же вы тогда вот этот джип черный пропустили значит одним можно а другим нельзя что их вирус не возьмет чужие извозят просто их на кого сказать но их не жалко извините служба удивительно что с городком проходят годы и ты значение вообще этой программы по-настоящему и вообще значение для для всего все для всей русской жизни вот с годами это значение она только вы как фрай и хью лори а мы этого не понимали вот натурально это просто это вот вот так же пример мы этого не понимали но мы понимали одну простую вещь что вот нам невероятно же повезло как как считают некоторых не замечая количество потраченного труда в этом повезло повезло нам главным образом с тем что мы вдвоем были что мы познакомились а в это время многим было страшно плохо жутко плохо и вот это понимание у нас было и поэтому получилось и такая как бы такая веселая и не очень энциклопедия вот такой жизни на протяжении 20 лет а жизнь безумно менялась тогда быстро и и но это зафиксировано не не догматично не не журналистки а очень по-человечески по-человечески очень узнаваемые я смотрю вот сатирические передачи например того времени блестящие там ну например вот маски они маски извините на нтв как называлась эта программа куклы ну замечательная программа я ее недавно пересматривал а я не понимаю о чем не шутит тоже я уже забыл кто такой кто такой соскобец на кто такой там бурбулис вот все эти куклы я не помню а когда я включаю городок я моментально окунаюсь в атмосферу того времени правда абсолютно вот даже я хотя я очень редко пересматриваю крайне редко крайне очень редко в основном когда мы мы какие-то рвут на моему и очень часто по телефону я получаю какие-то фрагменты когда пандемия началась этот всплеск вдруг новая жизнь городка из-за того что мы году в 2002 что ли когда какой-то грипп пришел то ли свиной то ли какой-то мы сняли передачу про эпидемию и она один в один оказалась она просто невероятно попала во время там два чувака шьют маски до этого видео для бизнес на масках потому что там даже текст такой потому что когда моей родине плохо я чувствую что я могу я я могу на этом хорошо заработать но я не знаю как что сейчас в стране в стране сейчас что демократии хуже эпидемия а когда в моей стране беда я лично не могу сидеть сложа руки я не могу под шея чую на этом можно заработать но я не знаю как думать на другом вот у нас сейчас в стране не хватает масок таких же можно шить вот у меня и марли есть ну отлично и швейная машинка ну ну жаль вот и вдруг она невероятно выстрел а я не пересматриваю это потому что ну тогда я значит ну тогда я весь за за заточен на прошлое тогда я весь там а мне интересно что со мной сегодня про кино два вопроса спрошу да про совсем то что сейчас делаете и про то что уже вот какое количество лет назад было сделано с михалковым как вам работалось в двенадцати знаете это очень ведь ведь ним как туда я попал вообще в этот фильм не звонок раздался это было почему я его послал не могу а наверно это было 1 апреля вот что такое кто-то меня в этот день уже разыграл что-то мне звонок вид алёк юр да это никита михалков его пошел ты и послал и повесил трубку ну потому что плохо похоже лучше плохо похоже человек плохо пытается быть похож на михалкова второй раз серьезный никита михалков я гнус по я шагаю по москве а я иду шагаю по москве могу еще шмеля ну и киселевич ради бога простите и он ведь стричок стричок хочет сняться в пенсионном кино песни майонез петли да в пенсионном кино а городок то есть блин 40 дней подряд подряд 40 дней в одном павильоне как быть в общем и как-то выкрутились этом что-то наснимал заранее с илюши договорился гастроли ну как можно человеку который вот так бегал на на свой среди чужих на рабу любви а любимый мой фильм никогда не не догадайтесь какой не сейчас подождите михалковский до 5 вечеров очень люблю но еще больше люблю несколько дней жизни иван ильич облом хотел первым сказать передумал в облома 1 блогов и 40 чем-то дней и вот я думаю вот опять вот когда кино это я опять становлюсь юрой стояновым оля 74 год еще компания такая мишка ефремов гармаш мадянов рома там все 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 мака маковецкий сережа это вместо места места олега меньшинского сначала так было маковецкий но он в этом фильме он педагог он не очень их очень-очень хитрая простая метода работы с артистами он отводит каждого в сторонку на минуту и старичок ты гений гений понимаешь нет у меня сценария для тебя старичок просто не вы может по старой папа еще вместе ты вот ты для меня вот как юрочка богатырева был на но у юры диапазон поменьше и ты после этого ну конечно это все это чистая педагогика и так каждому он расскажет что он лучше и вот эти 12 лучших входят потом в кадр нет ни одного не спровоцированные взгляда поворота у меня роль то знаете какая в 12 там две страницы 2 на плюте на этот текст я году я-то всю жизнь на текст плюю хочется один раз взять вот так в руку на вес роль ощутить на вес на граммы но там все так простроено что поскольку ты все время в кадре находишься там вообще на самом деле я должен был играть пародию на конкретного человека потом не вдруг эрнстовскую челку делали на пробах вот такую я бы я не буду играть среди таких подробных монстров в рядом в кадре и вдруг я должен был оказывается я поскольку я телевизионный человек и ассоциируясь с телевидением должен был взять на себя весь этот негатив и ненависть к этому телевидению которую вот олицетворяет этот конкретный сын замечательной раны лесневской почему на ненависти ничего хорошего не сыграешь я не могу так будет ну а что в нем хорошего мать любит любит мать плохое качество безумно любит мать и тогда михалков он мог и давай знаешь что сделаем вот он отучился в англии этот парень забыли про референс нет никакого референса есть некий человек вот он отучился в англии вернулся в эту страну пол жизни в англии и он открывает ее не может быть да ладно здесь так слушать это очень не может быть вот вот через это восприятие он нашел очень точный ключик а в начале хотел чтобы это был жесткий такой месседж телевидению который он ненавидит а я сказал я это не могу иметь интересно почему я говорю потому что я его обожаю потому что все что в моей жизни есть это телевидение и даже играя это я не хочу это транслировать никак ну как потрясающе он просто он режиссер педагог но для меня было одно открытие в съемках я не предполагал что он настолько интегрирован в технологию он смотрит все он смотрит он наизусть и тарантино и мтв клипы все модные продвинутый технику знает объективы ну наизусть все естественно и он видит сразу объективом там чем тридцатка отличается другого вот он он сразу эту крупность понимает знает все все самое модное что появляется в голливуде в смысле техники всего остального он очень продвинутый человек при этом не умеющий написать смс-ку пользующийся телефоном nokia самым простым по моему папа по сей день и не не пользующийся компьютером пишущий на этом но в телевизионные эти дела в киношные безумно безумно интегрированы вот это сочетание такой психологической подробности умение вывернуть артиста наизнанку и вытащить из него не характер а его самого и это положить на характерность свою личную боль какую-то вот оттуда вытащить чтобы чтобы ты ничего не играл не играл а в результате все очень характерные становятся очень яркие это качество у него эти я вот так скажу вот мы я тест такой провел однажды но обычные разговоры франдерские там вот всякие нормальные выйдет там какая-нибудь его передачей ну и вообще так сказать его деятельность последнего времени заточены больше на какие-то общественные вещи чем на кино и вот это все начинается обсуждаться я говорю вот ребят вот но только честно мне скажите только честно вот при всем при том вот сейчас мы тут все это обсудим и вдруг раздастся звонок в телефоне старичок хочу сняться я спрашиваю скажи и мне два человека говорят побегу сразу несмотря на все удачи неудачи которые у него очевидны в кино тоже есть то что это было сделано в кино то что это огромный кусок молодости я в это никогда не плюнул моей а музыка какая там музыка великая музыка великая артемьева конечно растасканная уже так всюду куда у куда только можно причем причем это не всегда она совершенно не шлягерная на самом деле она становится такой с десятилетиями вот когда годы проходят это такая в долгую сыгранные в долгу вот еще вот вот есть режиссеры которые тебя вот очень вот что-то в тебе перевернули вот димка месхиев я никогда не забуду дима когда мы снимали человеку окна фильм не получается и все у меня не получается нет но нет человека вот нет человека юра вот нету нету человека и мы на улице снимаем в лесу и вдруг не мошка в глаз залетает я играю я понимаю что надо доиграть кусок она вот так все вот у нас и есть человек я бы смысле моргаешь весь фильм но моргаешь только тогда когда ты это ты а дальше там такой персонаж который ну по воле сюжета он должен все время быть разными людьми он бездарный актер в театре несостоявшийся артист театре и в жизни когда ему надо сыграть представителя администрации президента генерала мвд еще какой-нибудь бандита неважно кого вдруг он абсолютно перестает моргать и он оказывается потому что ему нужна подлинная боль потому что вы всегда просят надо помочь кому-то и вот когда он включает себя он становится гениальным артистом тогда этот человек вот это тоже вот он тогда по я поразительную фразу мне сказал бы слушают и такой кусок чем он делать я бы я думаю он горит ты не должен думать и артист артист не думает артист чувствует два вопроса ахматовский опросник до мандельштам или пастернак ой какой сложный на самом деле вопрос для человека который любит поэзию мандельштам чай или кофе кофе без кофеина чай с лимоном то есть ни то ни другое это и не чай и не кофе чай или кофе кофе тогда собака или кошка самый легкий вопрос собака собака и еще раз собака еще много много собак что будет после смерти это знаете всего что с нами происходит это единственная правда все остальное подлежит сомнению все подлежит сомнению кроме одного что мы убрём это единственная правда которую я знаю которую мы все знаем я чувствую что успокаивая себя я думаю что будет то будет то что хрестоматийно мы знаем из библии и всего остального но боюсь что ничего спасибо спасибо вам а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok